Здравия желаю! Это четвертая часть серии о парке Патриот и выставке Рособорон Экспо. Партизанская деревня – уникальный объект, собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них доподлинно воссоздано по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. Напротив входа в партизанскую деревню, вдоль дороги, расположена раритетная техника военного времени. Одним из таких образцов является танк «Ни» на Испуг. Во время обороны Одессы в 1941 году защитники города испытывали огромную потребность в бронетехнике. Чтобы хоть как-то облегчить положение, главный инженер Одесского машиностроительного завода имени Январского восстания Романов предложил изготовить эрзац танки, обшив имеющиеся гусеничные трактора СТЗ-5 бронёй и установив лёгкое вооружение. В центральной части корпуса бронетрактора устанавливалась вращающаяся башня с люками, в которую устанавливали вооружение. Первые два бронетрактора изначально получили башни с 37-мм орудием от неподлежавших восстановлению танков Т-26 первых серий, но центр тяжести у них оказался расположен слишком высоко и после испытаний на полигоне пушки в башнях заменили на пулемёты. У центрального павильона экспоцентра расположены винтокрылые машины. Ми-35П – самая современная модификация семейства Ми-24-35. Впервые этот боевой вертолёт был показан в 2018 году на форуме «Армия». В 2020 году он прошёл лётные испытания, а сейчас первая серийная партия для иностранных заказчика уже собирается на заводе «Роствертал». От прародителя Ми-24 новая машина внешне отличается минимально. В основном без изменения остается вся силовая конструкция и бронезащита. Под корпусом машины можно увидеть шар – это ОПС, обзорно-прицельная станция, оснащённая матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения. Тепловизор вместе с цветной телекамерой высокого разрешения, лазерным длинномером и очками ночного видения поколения 3+, позволяет пилотам Ми-35П поражать цель даже ночью на расстоянии до 10 км. В базовой же версии вертолёт оснащён ЭВО – экрановых выхлопным устройством. Это своеобразная охлаждающая система, которая снижает температуру выхлопных газов вертолёта, тем самым делая машину менее заметной и затрудняя наведение ракет с тепловой головкой. Винк Ми-35П оснащён алюминиевыми лопастями с защитой от обледенения и разрушения. За борьбу со льдом отвечает токопроводящая нагревающаяся ткань, а следить за нарушением структуры лопасти помогает газ-азот. Лопасть наполнена им, как воздушный шарик воздухом, и при малейших трещинах при регулярном осмотре техник увидит потерю газа, что является сигналом для замены лопасти. И сейчас мы сделаем первую порцию, первую порцию сорбета. Видно? Сейчас её понесут желающие. Прямо на ваших глазах сделаем 4 порции сорбета. И сейчас вот там вот, на этом столике, он у вас откажется. Вот, вот для тех, кто хотел 5-й сорбет. Девочки, конечно же, первые берут, девочки первые берут. Ladies first, как говорят в Америке, или в Англии, неважно. А мы начинаем делать вторую порцию сорбета. Что это у нас будет? Арбузный сейчас будет? Арбузный, да? Арбузный сорбет, вторая порция будет. На самом деле всё просто, для этого берётся просто арбузный сок и жилький азот. У каждого холодильника с жильким азотом есть. Абсолютно. Лично у меня, просто не из холодильника, это бак с жильким азотом. И сейчас у нас будет тыквенный, я так понимаю, да? Вот сейчас докладывается тыквенный, арбузный. Сейчас кто-то хотел арбузный. Ну а я вам напомню, друзья, что вы находитесь на стенде, эко-стенде, ассоединенного общества Ваенторг, бренд Армия России. НПК «Фотоника» – это современная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве цифровых оптических систем в чувствительных спектральных диапазонах ультрафиолетового до дальнего инфракрасного. Флагманом камер для обнаружения различных околоземных объектов можно считать изделие Niva 4040. Это 16-мегапиксельная камера с размерами кадра 4х4 см, разрядность изображения 17 бит и динамический диапазон более 85 дБ. При этом камера выдаёт кадры разрешением 4096х4096 пикселей с частотой 23 Гц, что эквивалентно 6-7 гигабитам в секунду. С-300 – фаворит семейства зенитных ракетных систем, способных поражать различные цели на высотах от меньших, чем возможна высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей на дальностях от нескольких километров до 150-300 километров в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов. Главный разработчик – НПО «Алмаз». Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 были разработаны МКБ «Факел». Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, и в 1979 году первый полк встал на боевое дежурство. Дальнейшим развитием ЗРС С-300 стало создание ЗРС С-400, принятого на вооружение в 2007 году. В 2011 году было принято решение снять модификацию С-300 комплекса с производства. История Московского государственного университета дизайна и технологий имени Косыгина начинается ещё в конце 20-х годов прошлого столетия. Постановлением Высшего Совета Народного Хозяйства СССР было решено создать ВУЗ профиля лёгкой промышленности на базе двух факультетов – Кожевиного из МХТИ им. Менделеева и Кожевиного обувного отделения технологического факультета из МИНХА им. Плеханова. 26 февраля 1969 года в Республике Беларусь было организовано предприятие АГАЗ-системы управления. Было известно как научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие НИИ средств автоматизации. ОАО «Пеллинг» является ведущим проектно-конструкторским предприятием оптико-электронной промышленности Республики Беларусь. Более 45 лет оно специализируется на разработке и изготовлении оптико-электронных систем различного назначения. Общая площадь производственных зданий и сооружений ОАО «Пеллинг» составляет 17 тысяч квадратных метров. Компания образована в 1974 году путём реорганизации конструкторского отдела Минского механического завода им. Вавилова в Центральное конструкторское бюро «Пеллинг». Конструкторское производственное управление «Пеллинг Оптик» осуществляет расчёт комплексных оптических схем и изготовлением высокоточных оптических деталей. В настоящее время ЗАО «Пеллинг» осуществляет разработку, изготовление и поставку сложных аппаратных программных комплексов для организации гражданской авиации и других ведомств. Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания боевой машины позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Комплекс предназначен для борьбы с авиационными и крылатыми ракетами, самолётами, вертолётами, беспилотниками, а также одиночными снарядами РСЗО. Предприятие «Минотор Сервис» Республики Беларусь занимается разработкой, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин, предназначенных для использования в сухопутных войсках и подразделениях морской пехоты. «Минотор Сервис» разработала следующие образцы военной техники. Универсальное бронированное гусеничное шасси «Бриз Москит», многоцелевой плавающий бронированный автомобиль «Витим», боевую машину разведки 2Т «Сталкер» компания «Фарадей» основана в 1926 году и специализируется на разработке и производстве обуви и одежды для силовых структур крупных корпораций, а также для активного отдыха. Производственные мощности позволяют выпускать на площади более 20 тысяч квадратных метров до 5 миллионов поробов и различных методов крепления в год. АО 811 авторемонтный завод «Ки» является одним из крупных предприятий Республики Казахстан, специализирующихся на оказании услуг по капитальному ремонту, модернизации и переоборудованию автомобильной военной и кусочной техники и агрегатов к ним. История завода начинается 1 июля 1976 года. Завод расположен в городе Иремин-Тау. С 2003 года история предприятия связана с АО «Национальная компания Казахстан Инжиниринг». Компания «Астрон» была основана в 2007 году как негосударственное предприятие, занимающееся разработкой и производством оптики для инфракрасного диапазона излучения. Комплекс «Астрон-4К» является оптико-электронным мультиспектральным гиростабилизированным комплексом. Комплекс предназначен для установки на бронетехнику, вертолеты, БПЛА, катера и наблюдательные вышки. Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности. История создания холдинга «Швабе» начинается в 1837 году. Именно тогда предприниматель-новатор Фёдор Швабе открыл торговую фирму и мастерскую по продажу и изготовлению оптических приборов в Москве. В 1853 году фирма «Швабе» впервые приняла участие во Всероссийской мануфактурной выставке, представив на экспозиции большой телескоп, несколько микроскопов, весы и солнечные часы. В ноябре 1941 года на территории двух продовольственных складов в городе Кургане размещено оборудование эвакуированной харьковской артели производства весов. Вместе с оборудованием прибыло 16 рабочих и специалистов. Так образовалась НПО «Курган-прибор». Свою историю Тульский патронный завод ведет с 1880 года. Императором Александром II было утверждено положение Военного совета об устройстве в Туле патронного производства с привлечением частного капитала. Уже с 1882 года завод начинает работать на полную мощность и производит свыше 30 миллионов 4-мм линейных патронов для пехотной винтовки Бердана номер 2 в год. С 1892 года завод начал выпускать новые патроны для винтовки Мосина образца 1991 года. Центр высокопрочных материалов армированной композиты «Армаком» образован в 1992 году при Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения, ведущем предприятии обороны отрасли страны по композитным изделиям. Предприятие является ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. «Армаком» – единственное в стране предприятие, которое обладает технологией производства крупнопанельных с площадью до 80 квадратных метров керамокомпозитных броневых комплектов для ракетной и специальной техники. Авиационный завод в Ростове-на-Дону основан в 1939 году для производства боевых и гражданских вес-самолётов. В дальнейшем он был перепрофилирован и стал первым в России производителем серийных вертолётов. «Рост Вертал» выпускают вертолёты разработки Московского вертолётного завода имени «Миля», в том числе самые тяжёлые в мире серийные вертолёты Ми-26 и гражданские Ми-26Т, которые могут перевозить в транспортной кабине или на внешней подвеске до 20 тонн груза. На основе Ми-24 был создан новый многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М, который собирают здесь с 2005 года. На «Рос Вертале» также производится новейший ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник» и его модификации, в том числе идёт подготовка к серийному производству учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Вертолёт К-29 построен на базе боевого противолодочного К-27, серийное производство которого было развернуто также на Кумертаунском авиационно-производственном объединении. Его первыми носителями стали БДК Иван Рогов, Александр Николаев и Митрофан Москаленко. Каждый БДК брал на борт до четырёх К-29 и имел по две вертолётные площадки на носу и на корме. САО «Сный К-29» имеет минимально возможные геометрические размеры. Для базирования на кораблях он оснащён системой складывания лопастей несущих винтов, а также специально спроектированным шасси для посадки на качающуюся палубу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!